Здравствуйте! Сегодня я снова нахожусь в гостях в российском представительстве немецкой марки органической косметики Dr. Haushka. И сегодня я поговорю с ведущим косметологом марки Ларисой о масках для лица от марки Dr. Haushka. Задам ей интересующие меня вопросы, и мы вместе с Ларисой покажем на мне правильность ритуала нанесения нескольких масок от марки Dr. Haushka. Итак, оставайтесь, пожалуйста, со мной. Впереди еще очень-очень много интересного. Итак, я снова в кабинете у Ларисы, у ведущего косметолога марки Dr. Haushka в России. Лариса, здравствуйте! Здравствуйте! Привет всем! Ларис, сегодня я бы хотела рассказать своим зрительницам и спросить у вас про маски от марки Dr. Haushka. Я знаю, что масок Dr. Haushka достаточно много. Подскажите, вот сколько точно? Дорогие друзья, я рада вас приветствовать, и тебя, Катюша. Я хотела бы сегодня представить наши маски, наши марки. Это очищающая маска, глиняная она выглядит вот так вот, или саше. Далее, и у нас имеются еще 4 кремовых маски, о которых подробно я расскажу в дальнейшем. То есть, получается, что в Dr. Haushka в марке сейчас 5 масок? Да, на данный момент сейчас 5 масок. Ну, этого достаточно. И, насколько я знаю, одна из масок несколько видоизменила свою формулу, да, и сейчас является, так называемой, новинкой от марки Dr. Haushka. Да, это у нас какая-то? Да, это у нас интенсивная питающая маска. Она немножко изменилась в составе, она стала чуть полегче, она стала более легко наносимая. Ларис, в последнее время очень популярный тренд мультимаскинг, то есть, когда мы одновременно на лицо наносим несколько различных масок в зависимости от потребностей нашей кожи в той или иной зоне. Скажите, пожалуйста, насколько это актуально для марки Dr. Haushka, насколько философия марки разделяет данный тренд, либо наоборот, опровергает его? Философия Dr. Haushka немножко отличается от других марок, поэтому компания Dr. Haushka и косметологи Dr. Haushka мы не поддерживаем этот метод. Если кожа чувствительная, она чувствительная во всех зонах на лице, поэтому мы наносим одну из двух масок. Но если вы хотите, например, просто протестировать их, как одна маска действует или другая, и чтобы не наносить их по-разному, вы можете нанести их также на две части лица, но это вот или слева, или справа, но не горизонтально. И еще один вопрос. Насколько я знаю, большинство масок от марки Dr. Haushka можно наносить не только на лицо, но и на зону губ, и на зону век, что является большой редкостью в современной косметологии, потому что эти зоны очень чувствительны. Да, мы не только не запрещаем, а наоборот рекомендую наносить только наши все кремовые маски. Это и укрепляющая, и интенсивно питающая особенно, и успокаивающая маска, и также восстанавливающая. Мы обязательно рекомендуем наносить ее на зоны вокруг глаз, это верхние и нижние века, на зоны губ. Также можно носить на зоны мочки, ну и на шею и декольте. Мы не рекомендуем наносить только сухие маски, например, нашу очищающую маску, на глаза и на зону щитовидки. Лариса, подскажите, пожалуйста, сейчас мы с вами что будем делать вкратце? Сейчас я покажу для вас, как вы будете правильно наносить маски. Лариса, скажите, пожалуйста, маски Dr. Haushka мы делаем в какое время дня? Хороший вопрос, его очень часто задают. Маски мы рекомендуем делать в первой половине дня. Обычно удобно делать их утром, так как вам не нужно делать повторное очищение. Вечером мы не рекомендуем делать кремовые маски, потому что мы против ночного жирового ухода, поэтому утром проще, это будет для вас удобнее. Обычно в выходной это не так много времени занимает. Тогда следующий вопрос. Как правильно готовить, согласно философии марки Dr. Haushka, нашу кожу к применению маски? Нашу кожу мы подготавливаем с очищением. Если, как мы уже сказали, ее удобнее делать с утра, то первым делом мы умываем лицо очищающим кремом. Сейчас я сделаю это для Кати, но вы уже видели, как... Ссылочка обязательно будет про очищение, про правильное очищение кожи с помощью очищающего крема от марки Dr. Haushka. После очищения очищающим кремом мы наносим тоник по состоянию вашей кожи. И далее мы приступаем к распариванию лица. Это нужно для того, чтобы у нас очень хорошо открылись поры, чтобы маска очищающая подействовала. И для этого у нас есть два способа. Либо вы дома возьмете вот такую небольшую мисочку, нальете воды, вскипятите ее и посидите над ней над паром, накрывшись полотенцем несколько минут. Для кабинета можно тоже приобрести для дома, я использую специальную сауну для лица. Вот так вот она выглядит. Есть еще вторая насадка для ингаляции, так что это универсальное средство для дома. И сюда мы добавляем воду и средство для паровой очистки. Сейчас я подробнее про него расскажу. Вот так выглядит это средство для паровой очистки. Оно подходит для всех состояний кожи, особенно для проблемной и для жирной кожи. Что оно делает? Оно очень хорошо размягчает поры, оно дает самоочищение кожи, открывает поры, удаляет загрязнение, черные точки, а также способствует здоровому метаболизму кожи и стимулирует кровообращение. Лариса, подскажите, пожалуйста, а если на коже присутствует купероз? Если на коже присутствует купероз, мы тоже можем использовать сауны и паровые ванночки, но не более двух минут. Сейчас я вам покажу, как его нужно применять. Мы берем одну чайную ложку средства, наливаем его в сауну, добавляем немного воды до рисочки и ждем, пока средство закипит. Для того, чтобы вам сделать, приготовить это средство в домашних условиях, вы берете пол-литра воды, добавляете в него 2 столовых ложки средства для паровой очистки, ставите на плиту и подогреваете до кипения. Дальше вы снимаете его, накрываете полотенцем, аккуратнее будете и распариваете лицо. Могу сказать такую очень важную вещь по этому средству. Что же вам пригодится она? Для какой кожи сколько минут надо держать? Как я уже говорил, Катя, для кожи склонной к куперозу, для чувствительной кожи, вам нужно не больше двух минут, так как купероз, он боится перепадка температур. Для нормальной кожи достаточно 5-7 минут, для жирной проблемной кожи около 10 минут, чтобы поры все-таки хорошо раскрылись и чтобы у нас кожа лучше очистилась. Далее, после того, как мы лицо хорошо распарили, мы приступаем к нанесению очищающей маски. Вот так вот она выглядит, как я уже показывала, из Саше на 2 раза, или такая баночка керамическая на 10 применений. Сейчас я расскажу, как ее надо смешивать. И как раз, пока я буду это делать, вы будете смотреть, я расскажу, для какой кожи она больше всего подходит. Мы берем 1 чайную ложку маски. Если вы хотите сделать очищение в области декольте, то вам нужно взять 2 чайных ложки. Смешиваем с 1 чайной ложкой воды. Если у вас чувствительная кожа, то в маску вы можете добавить 1-2 клика очищающего молочка. Маска будет равномерно ложиться и медленнее сохнуть. А также можно добавить 1 клик тоника. Она должна получиться такая густая. Маска идеально подходит для крупнопористой жирной кожи. Глубоко очищает и восстанавливает кожу. Вместо обычного химического пилинга мы ее называем природный пилинг. Она активно абсорбирует роговевшие частички кожи, кожное выделение, и связывает их легко, потом очищая испор. Устраняет угри черные точки, успокаивает кожу и высветляет ее на тон. После этой маски вы не узнаете свое лицо. Маску нужно наносить очень быстро, но такими большими плавными движениями. Почему? Потому что она быстро сохнет. И постараться все-таки без мимики, чтобы это вам кто-то делал или делать ее лежа. Лариса, подскажите, как часто можно делать очищающую маску? Очищающую маску для жирной крупнопористой кожи я рекомендую делать 1-2 раза в неделю. Для сухой кожи ее можно делать не часто, раз в месяц. Для нормальной кожи достаточно 2 раза в месяц. но единственное, что вот для жирной кожи ее нужно обязательно поддержать до сухости, чтобы она высохла. Для сухой кожи, естественно, мы держим ее вот до того момента, как она начала подсыхать, чтобы она в дальнейшем не стягивала кожу, потому что все-таки глина, она имеет такое свойство. И для нормальной кожи тоже ее, вот как только она начинает подсыхать, но если вы хотите еще полежать, то вы можете смочить ее спонжиком и дальше еще какое-то время полежать, отдохнуть. Вот так выглядит нанесение нашей маски. Еще раз повторю, что мы ее не наносим на глаза, мы наносим ее до косточки орбитальной и также мы не наносим на щитовидку. И пока у нас маска действует и клиентка отдыхает, то хорошо бы не только кожа еще отдохнуть, но и отдохнуть нашим глазам, расслабить наши глаза. Для этого у нас есть уникальное средство. Оно больше, скорее всего, лечебное. Оно состоит из черного чая, фенхеля, очанки. Это называется средство для снятия усталости глаз. Вот такая вот очень красивая коробочка на топлии. В ней 10 таких капсул и еще 10 биохлопковых дисков. Как применять это средство? Нужно взять один диск, открутить капсулу, нанести полностью на диск, промокнуть его, разделить на две части и нанести на глаза. Для чувствительной кожи мы вот в таком моменте уже снимаем. Видите, она здесь начала подсыхать, здесь вот она уже сухая. Вот в таком виде вы должны снимать для жирной, крупнокористой кожи. Как это делается? Для правильной снятия маски ее нужно обязательно сначала намочить, всю промочить. Видите, все движения мы делаем сверху вниз, как течет лимфа. Мы ее промакиваем. И далее снимаем спонжами. Видите, после того, как она намокла, она уже очень хорошо снимается. Сейчас вот мы сняли маску, вот такой эффект получился, кожа высветлилась, поры стянулись. И видите, если вот здесь вот посмотреть, такой вот блеск идет, как будто кожа блестит не от жирности, а именно вот натуральный такой блеск. Это значит, что она очень хорошо очистилась.